Два года назад внучка Алиса Фрейндлих вышла замуж. Избранником Анны Тарасовой стал Алексей Мышинский. Анна не афишировала беременность, но накануне все же рассказала, что стала мамой. 28.06.2019 1.55 Тарасова лаконично подписала фото, на котором изображены крохотные ручки новорожденного. Пока Анна не раскрывает полоимя ребенка, новоиспеченный отец тоже не стал делиться подобной информацией, зато публично выразил восхищение любимой супругой моя жена-героиня. Я горжусь ей, отметил Мышинский Анну, и Алексей объединяют не только взаимные чувства, но и общее дело, оба работают в сфере кино. Так, Тарасова отучилась на продюсера, Мышинский работает актером, будущие супруги познакомились в студенчестве. Если честно, то это очень смешная история делилась Анна, оказалось, что он писал мне ВКонтакте еще во времена школы, хотел вслед за другом перевестись к нам. Потом не сложилось, и мы как-то больше не общались. И тут я перехожу из одного вуза в другой, и вижу знакомое лицо. Мы до сих пор в шоке, что он тогда написал именно мне, что я перевелась именно туда. Судьба два года назад Анна вышла замуж фото. Инстаграм родные одобрили выбор Тарасовой. Лешу мама сразу как-то восприняла, вспоминала Аня, она знала о наших отношениях меньше месяца, видела его один раз, и для меня был шок, когда в канун Нового года она сказала, а давай Леша его с нами отметит в праздник он, и познакомился с моей семьей, очаровал там всех, и даже бабушки с братом его очень одобрили. Теперь всегда о нем спрашивают. С моей мамой все просто, она очень эмоциональная и очень открытая. То есть Леша пришел, и она сразу начала задавать ему вопросы, улыбаться, общаться на разные темы. Это, конечно, его раскрепостило и расположило к ней, а его родители более закрытые, поэтому нам с ними понадобилось больше времени, чтобы друг друга узнать. Сейчас, разумеется, отношения просто прекрасные. Внучка Алиса Фрейндлих, мама и бабушка сразу приняли моего жениха, напомним. Десять лет назад трагически погиб отец Анны Сергей Тарасов. Политик оказался в числе жертв взрыва Невского экспресса. После смерти сына Фрейндлих постаралась окружить внучку еще большим вниманием и заботой. Звезда служебного романа научила Тарасову готовить, в частности, фирменную баклаженую икру. Не обходилось и без импровизированных домашних спектаклей, в которых юная Аня принимала участие с большим удовольствием. К слову, несмотря на почтенный возраст, Алиса Бруновна продолжает работать. В основном, артистка задействована в театральных постановках. Клэс Поуст 660 455 подписчиков.